здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки ну вот очередная выполнялка только что вот я получил от одного товарища просьбу решить задачку значит так задачка такая вот с какой-то определенной высоты неизвестно с какой вот одновременно бросает два тела первое тело бросает вверх со скоростью в нулевое 5 метров в секунду а второе тело бросает вниз с такой же скоростью 5 метров в секунду и возникает вопрос какое расстояние будет между двумя этими телами через три секунды вот значит нужно найти расстояние между этими двумя телами расстояние можно обозначать разными так сказать буквами кто то обозначает через y кто-то обозначает через букву h без разницы ну давайте я вот привык обозначать все буквой h а вот чему вот будет расстояние между двумя этими телами через три У этой задачи есть несколько вариантов решения. Давайте рассмотрим, на мой взгляд, самый простой. Выбираем начало координат вот здесь. То есть ось Y у нас будет располагаться именно вот таким вот образом. Для первого тела. Для первого тела я беру ось вот таким вот образом. Ось Y. Правильно? Вот. Тогда что же у нас получается? Мы должны посмотреть, где это тело окажется через 3 секунды. Для этой цели существует одна единственная формула. H равняется. V нулевое Т. Тело брошено вверх. Значит, V нулевое положительно. А G, ускорение свободного падения, она всегда направлена вниз. Значит, будет минус GТ квадрат пополам. Если мы поставим численные значения, значит, получаем. Ну, давайте посмотрим. 5 умножить на 3 будет 15. Минус G поделим на 2. Будет 5. И умножим на 9. 5 умножим на 9. Ну, Т в квадрате. 3 секунды, да? В квадрате. Будет 9. Значит, получается, тут метры. Тут в конечном итоге получаются метры. Значит, будет 15 метров минус 45 метров. И мы получаем, на первый взгляд, странный ответ минус 30 метров. Да ничего странного нет, потому что 30 метров у нас будет находиться вот, ну, допустим, вот где-то здесь. Вот у нас 30 метров. Вот они, да? Через 3 секунды. То есть, она полетела вверх, прилетела обратно, а то в сно. Продолжает, так сказать, лететь. И вот находится вот где-то здесь вот. Вот это вот расстояние 30 метров. То же самое время. Да? Вот, второе тело летело вниз. И смотрите. Да? Вот здесь вот есть несколько вариантов. Как бы. А я вот просматриваю это следующим образом. Смотрите. Оно вот так вот летит вниз. Значит, тося тоже выбирает сюда, только вниз. Чё тут мудрить-то? Правильно? Ну, вот. Это ось Y. Ну, и тогда H во втором случае, вот это в первом случае, H во втором случае, будет равняться. V нулевое Т и плюс GT квадрат пополам. Тогда у нас получается опять-таки 5 умножить на 3. И только прибавить нужно будет 45. И получается 60 метров. Да? Вот всё. Ну, эти минус 30 метров для этой оси, как бы, да, получается плюс 30. Вот. Значит, здесь это тело пролетело второе. 60 метров. Да? Вот, допустим, второе тело. Здесь 60 метров. А это было на 30-ти отметочке. Для этой оси будет минус 30, да? А для этой оси будет плюс 30. Короче говоря, вот здесь 30 метров, тут 60. А вот это вот расстояние между ними будет тоже равняться через 3 секунды 30 метрам. Ну, вот как-то так, да, я объяснил. Можно это сделать, ну, будем говорить так. Ну, очень красиво, типа того, что... Хотя вот это так вот, если рассматривать, ну, достаточно быстро. Да, получается. Вот. Ну, тут могут начать попридираться. Вот. Зачем так? И так далее, и тому подобное. Ну, давайте сделаем это, как бы, с точки зрения красивых формул. Как будто вся красота физики заключается, как говорится, в этом. Ну, давайте, давайте, всё-таки посмотрим, да? Итак, что я делаю? Взял, всё снял. Так. Вот это вот у нас, типа того, что гора, второе тело брошено вертикально вниз. Так. Самое главное, это выбрать ось. Опять-таки, выбирая ось вот таким вот образом. Вверх, только вверх. Вот так вот. Это ось Y. Общая формула, это Y равняется Y нулевое плюс V нулевое T и плюс GT квадрат пополам. Вот. Понятно, да? Ну, а теперь будем рассматривать первое тело. Y первое. Вот первое тело. Брошено вертикально вверх с начальной скоростью. Значит, что будет? Y нулевое равняется нулю. Вот. Дальше получается V нулевое T, а G-то всё равно вниз направлено. Значит, будет минус GT квадрат пополам. Мы это уже делали и получили минус 30 метров. Отлично. То есть, где-то это будет вот здесь. Да? Вот оно. Через 3 секунды очутилось здесь. Минус 30 метров. Для второго тела что у нас получается? Ось продолжаем выбирать вверх. V нулевое против оси. Значит, будет отрицательно. Y нулевое тоже равняется нулю. Значит, будет минус V нулевое T. Да? И опять-таки будет что? Тело-то движется вниз. Правильно? А ось выбрана вверх. Значит, всё равно у нас это будет минус GT квадрат пополам. И тогда мы получаем минус 60 метров. Вот. Правильно? То есть, оно оказалось где-то вот здесь. Вот на минус 60. Минус 60 метров. Вот всё. Ну и как найти это расстояние между ними? Да? Значит, дельта Y равняется у нас минус... Равняется это Y2 минус Y1. То есть, минус 60 минус 30 метров. Вот. И мы получаем минус 30 метров. Это расстояние между ними. Ну, по модулю, если мы это возьмём, да? Вот. Будет 30 метров. В любом случае. Минус это говорит о том, что не встретится у нас не над вершиной этого дома или этой горы, а уже под ней как бы. Вот так вот. Да? Что ещё? Ну, некоторые решают эту задачу более долгим, так сказать, способом. Вот. Что за долгий способ? Просмотрим первое тело. Сколько времени оно будет подниматься? Оно же не будет бесконечно подниматься. В конечном итоге упадёт. Вот. Значит, V равняется V0 минус GT. Правильно? Оно останавливается в конечном итоге. Это означает, что время, в течение которого это тело будет подниматься, этого нулевое делённое на G, или получается 0,5 секунды. Что нам известно? Мы знаем, что сколько времени тело будет подниматься, ровно столько же оно будет падать. Значит, всё время, в течение которого оно придёт вот сюда, вот, поднялось полсекунды, падает полсекунды, значит, это время будет равняться чему? Одной секунде. Правильно? Значит, оно сейчас будет с этого же самого момента падать 2 секунды. Мы же про 3 секунды говорим. Секунду уже мы как бы взяли. Осталось падать 2 секунды. С какой скоростью? А с точно такой же. Я в одном из каких-то фильмов доказывал, с какой скоростью тело бросили. Да, с такой скоростью оно и прилетело. Значит, здесь для первого тела сейчас будет начальная скорость тоже 5 метров в секунду. Тогда у второе будет равняться v нулевое t с минусом. И минус, опять-таки, gt квадрат делённое на 2. Только время-то будет у нас в 2 секунды. Что ж тогда у нас получается? Минус 10 и минус 20. И мы, опять-таки, приходим к минус 30 метров. А вот для второго тела всё как было, так и осталось. Он пролетит 60 метров. Минус будет нам говорить о том, что он летит не по оси y, а против оси y. Ну, то есть, вниз. И опять-таки, если мы посмотрим, увидим, что разность между ними через 3 секунды расстояние будет равняться в любом случае 60 метров. Вот всё учите физику на самом суперском канале. Физика – это просто канал, на котором любые задачи вдруг становятся простыми, понятными и доступными. Если вы ещё не записаны на мой канал, сделайте доброе дело, запишитесь. Буду вам очень признателен. И благодарим. Всего-всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.